Привет, друзья! Когда мы слышим про благотворительность, то сразу возникает ассоциация с успешными бизнесменами или медийными личностями. Однако это не всегда так. Самыми щедрыми и искренними людьми, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, оказываются простые люди с большим сердцем. Они подтверждают выражение «мир не без добрых людей», но только чаще всего их поступки так и остаются незамеченными. Вот и про героя сегодняшней истории слышала очень мало людей, хотя он всю жизнь бескорыстно заботился о нуждающихся, и между тем в Казани этого человека считают настоящим героем, ещё при жизни удостоив памятника под стенами местного Кремля. И вот почему. Асгат Галимзянов родился в 1936 году в небольшой деревне в простой крестьянской семье. Ещё с самого детства Асгат привык к работе, он обхаживал скот, научился вместе с родителями лепить и обжигать кирпич на продажу, ну и, конечно же, заниматься земледелием. Здесь можно отдать дань отцу, ведь именно он заложил в сердце мальчика принципы, которым он будет верен всю свою жизнь. Помоги нуждающимся, не проходи мимо чужой беды и никогда не требуй ничего взамен за помощь. Как и у всех после Второй мировой войны, жизнь мальчика стала только сложнее, ведь отец вернулся с фронта без обеих ног и на 9-летнего Асгата упала большая ответственность за ведение хозяйства. Кроме того, семья часто голодала и такие блюда, как суп из крапивы, оставались единственным съедобным вариантом, хотя в то же время именно такие сложности лишь укрепляли характер этого парня. После окончания школы Асгат, как и все мальчишки, ушёл в армию, а по возвращению решил попытать счастье в более крупном городе, где было много надежд и возможностей. Вот так дороги привели нашего героя в Казань, где он получил первую работу, которая сразу оказалась благородной, ведь парень пошёл работать в милицию. Он очень ответственно относился к своему делу и проявлял большое сочувствие к людям, поэтому пьянец Асгат свозил не как полагалось вытрезвитель, а доставлял прямиком по домам. Система вытрезвителей казалась ему негуманной, однако когда начальство узнало про такую благородность со стороны сотрудника, само собой они безоговорочно уволили несостоявшегося милиционера. Лишившись заработка, Асгату пришлось перебиваться на разных шабашках, пока в 70-х годах ему не подвернулась вакансия возчика на местном продуктовом рынке, на котором он и проработал долгие десятилетия. Его основной обязанностью была развозка товаров по рядам рынка на лошадиной повозке, и забегая наперёд можно сразу сказать, что именно с этой повозкой Асгата запечатлели на памятнике под Кремлёвской стеной. Наш деревенский парень, который вырос сознанием, что ничего не должно пропадать, быстро заметил, сколько продуктов и отходов просто выбрасывается и не идёт ни на какое полезное дело. И как бы это ни было странно, именно это наблюдение и прославило простого извозчика. Смекалка и трудолюбие подтолкнуло Асгата завести свиней и начать их откармливать фактически бесплатным кормом. Однако в те времена нельзя было просто завести подобное хозяйство без разрешения. И как вы думаете, что сделал наш герой? Благодаря огромному желанию, Асгат обустроил подземный хлев в здании сарая, тем самым организовав подпольную ферму. К её обустройству парень подошёл основательно, продумал механизмы подачи корма, уборки навоза, провёл воду и электричество, и каждый день незаметно отвозил отходы с рынка в сарай, где кормил своих поросят. Действовал он крайне осторожно, ведь никто не должен был узнать, что под сараем обитают домашние животные. Подпольную фермерскую деятельность необходимо было совмещать с официальной работой, поэтому Асгат вставал в 3 утра, а навоз вывозил по ночам и благодаря чистоте смог целых шесть лет оставлять своё хозяйство незамеченным. Продажа свиней государству начала приносить неплохие деньги, но юноша просто не знал, что с ними делать, ведь никогда не мечтал стать богатым и привык довольствоваться малым. Тут сразу вспомнились слова его отца о том, что если появляется лишняя копейка, то лучше отдать её старикам или нуждающимся, а если первое время Асгат складывал свои сбережения вместо копилки в таз под кроватью, то спустя время всё же решил заняться благотворительностью. В те годы государство брало всю заботу о нуждающихся на себя, и смотря правде в глаза, делало это не очень успешно. Поэтому Галимзянов и приехал во двор Казанского детского дома номер один с полной тележкой продуктов, которые не могли себе позволить рядовые семьи. Ну и конечно же, стоит ли говорить, как сотрудники и дети были рады такому особому гостью. Почувствовав, что такие внезапные подарки очень нужны бедным детишкам, с тех пор Асгат старался как можно чаще навещать малышей. А они, в свою очередь, как только видели в окнах его силуэт, сразу выбегали во двор, крича от счастья и уговаривая доброго дядьку покатать их на лошади. А ведь это и было для Асгата самой большой наградой за его доброту. Навещая малышей регулярно, одной зимой он заметил, что детишки бегают на морозе в лёгких курточках, так что уже через месяц привёз на своей лошади десяток шубок из натурального меха. Время прошло, а территория детского дома до сих пор сохранила знаки присутствия благородного человека. Например, голубые ели и осуществлённая давняя мечта детского дома – памятник ребёнка под названием «Сказка». Как вы можете понять, с каждым годом масштаб подарка возрастал, и как-то Асгат подарил руководству новенькую Ниву, но и это был не предел доброты. Так что скоро у детского дома появился свой автобус, чтобы детки могли ездить на экскурсии, купленный, как всегда, на деньги подпольного фермера. «Деятельность нашего благородного героя не ограничивалась родным краем, и вскоре он стал помогать всему Союзу, ведь только в наши дни стенды благотворительных лиц детских домов пестрят фамилиями, а тогда Асгат Галимзянов был единственным чудаком, который делал добро просто так. Что и говорить, Асгат помогал не только сиротам, но и жертвам Чернобыля, пострадавшим после землетрясения в Армении и схода лавин в Грузии, а позже и родственникам погибших подводников Курск и заложникам в Южной Осетии. Как вы думаете, обнаружило ли государство подпольную деятельность нашего героя? К сожалению, да, и даже собирались завести уголовное дело за нелегальный бизнес, однако справедливость вернулась к Асгату и за него вступились все жители Казани, после чего был немалый резонанс, а дело закрыли, разрешив вести свою деятельность. Наверняка вас интересует вопрос, а как же жил человек, который постоянно помогал всем вокруг? Вы будете очень удивлены, но свою двухкомнатную квартиру в центре города он переписал незнакомым людям, когда случайно узнал, что они ютятся восьмером в коммуналке. Сам же герой переехал в деревянный барак, где и прожил до конца своих дней, и умер в 2016 году самым счастливым человеком в этом мире. На протяжении долгой жизни Асгат Галимзянов оставался скромным человеком и никогда не требовал признания и благодарности за совершённое. Он искренне радовался общению с людьми, приглашал их в гости, но никогда не считал, что совершённые поступки являются подвигом. Однако государство и крупные благотворительные организации думали иначе и удостоили Асгата десятками почётных наград. Хотя трудно не отметить, что ни одна из этих наград не сравнится с народным уважением, которое жители Казани испытывают к почётному жителю. Не только сотрудники детских домов, интернатов и домов престарелых, но и первые лица Республики Татарстан отдавали дань уважения великому человеку. Память о благородном деле Асгата, ставшего легендой своего города, запечатлена для потомка в виде памятника извозчика, держащего узды лошади и смотрящего на большую телегу, на которой рассажены дети. Он появился у стен Казанского Кремля в 2008 году из личных срез первого президента Республики Татарстан Минти Мира Шаймиева. Удивительно, как обычный уроженец села смог прославиться простой человеческой добротой и, не имея за душой ни гроша, быть самым счастливым человеком, благодаря которому выросли целые поколения успешных людей. Нет сомнений в том, что, получив высокий статус, каждый из них с теплотой вспоминает дедушку Асгата, а, как известно, пока мы помним о людях, они всё ещё живы. Всего же за всю свою жизнь подпольный фермер, который выращивал у себя в сарае скот, подарил более 80 пассажирских автобусов и легковых автомобилей детским домам Советского Союза и России. А сумма денег, которую он потратил на голодных детишек и бедных людей, по самым скромным меркам, более 3 миллионов долларов. Просто вдумайтесь в эти цифры. Он всегда был очень скромно одет, можно даже сказать бедно, протёртая на локтях куртка или телогрейка. Его по нескольку лет видели в одной одежде. Конечно, люди его считали чудаком, но все вопросы он пресекал мгновенно. Говорил, на развитие хозяйства я себе оставляю, а если остаётся лишнее, так почему бы и не отдать его тем, кто в этом нуждается. Так говорил об этом невероятном человеке врач-дефектолог Казанского детского дома номер один. Он жил так, как хотел и делал то, что умел. Он имел возможность круто изменить свою жизнь, но принял решение изменить жизни тысяч людей в лучшую сторону, при этом всё так же оставаясь с самым простым дядей Асгатом, который ходит в старом пиджаке и всегда готов прийти на помощь людям. И что-то мне подсказывает, что где-то там высоко, если всё же нечто подобное есть, ему уготовили особое место. Место для человека с большой буквы. Друзья, а как вы оцениваете жизненные принципы и поступки Асгата Галимзянова? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока! Субтитры создавал DimaTorzok